Всемирный день сердца призван обратить внимание и повысить осознание в обществе опасности, которое вызвано эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта. Мы побеседовали с заведующим отделением кардиологии Видновской районной клинической больницы и узнали, как обстоит дело с состоянием здоровья наших жителей, каковы факторы риска развития заболеваний и способа лечения. На сегодняшний день сердечно-сосудистая патология является ведущей, а смертность от нее выходит на первое место из числа других заболеваний, в том числе и по показателям смертности в Ленинском районе. Это заболевание стенокардии, ишемическая болезнь сердца, которая классифицируется на стенокардии напряжения и покоя, и острый инфаркт миокарда. В числе факторов риска, который приводит к развитию болезней сердечно-сосудистой системы, – гипертоническая болезнь, курение. Другие факторы риска – это ожирение, ожирение, которое в настоящее время все чаще и чаще страдают люди цивилизованного общества в результате неправильного питания, гиподинамии, невыполнение обычных жизненных нагрузок физических. К сожалению, женщины недооценивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Стрессы, перегрузки, курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание – все это оказывает на женский организм двойное воздействие по сравнению с мужским. Поэтому женщинам стоит быть более осмотрительными и беречь себя. Признаками гипертонической болезни, на которые стоит обратить внимание и обязательно показаться врачу, являются частые головные боли и повышенное артериальное давление – выше 140 мм ртутного столба. Неприятные ощущения в области сердца, в грудной клетке, но ред, реже. А так, в основном, все заканчивается головными болями, головокружением, тошнотой, рвотой. Это бывает так называемое кризовое состояние. Для лечения гипертонии врач в зависимости от стадии заболевания определит нужные дозы лекарств, и их придется принимать постоянно. В кардиологическом отделении Видновской районной клинической больницы есть все силы и средства, необходимые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Выделение здесь хорошо, у них здесь всегда чисто. Персонал такой дружелюбный, медсестры отзывчивые. Врачи грамотные, что самое главное. Моё впечатление хорошее, обслуживание хорошее, доктора прекрасные. Так что всё хорошо, питание тоже. Пока довольна. Надеюсь, что я поправлюсь. Начиная с прошлого года на базе Видновской больницы функционирует первичное сосудистое отделение, где оказывается помощь больным с острым коронарным синдромом и острыми инсультами. Люди с ургентной патологией, острой патологией сердца поступают в блок интенсивной терапии, где проводятся все необходимые мероприятия, вплоть до тромбоэлитической терапии, так называемой, для растворения тромба внутри сосудов сердца при остром начале, в течение нескольких часов от начала заболевания. Если есть показания, если отсутствуют противопоказания, то мы проводим введение лекарств, помогающие нам минимизировать эффект от инфаркта. Приятно отметить, что с введением в практику тромбоэлитической терапии количество смертельных случаев значительно снизилось. Пациентам с диагнозом гипертонии не стоит отчаиваться. В настоящее время фармацевтическими компаниями выпущено достаточное количество средств для лечения любых форм этой болезни. Главное – внимательнее относиться к состоянию своего здоровья и своевременно обратиться к врачу. Лариса Вольнова и я, дамя Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин